Всем привет кто посетил канал The Brash 2019 и вот такая вот темка. Вам наверное надоели уже одни и те же персонажи в роликах. Хочу создать нового персонажа и будущие фишки уже использовать на нем. Это вы просите сделать именно анимацию одежды. На этом персонаже она будет наверное более раскрыта. Посмотрим как там все происходит. Персонаж будет именно кунг-фу панда и давайте рассматривать опять же как по простому все это дело делается. Сложности я оставляю вам. Погнали. Заходим в лифтбокс и здесь нам поможет кстати у меня The Brash 2019. Но вот эти вот именно изо сферы есть по моему и в седьмой и в последующих моделях. И выбираем вот эту модельку The Sphere. Она так никак лучше подойдет именно для персонажа кунг-фу панды. Корректировать мы ее здесь не будем. Единственное что нужно ее сделать уже рабочей. Заходим в Adaptive Skin и нажимаем Preview вот эту. Так, снимаем пока Gizmo и здесь нужно сделать Make Polymesh. Смотрим что за сетка. Вот полигруппы они в принципе нам не нужны. Делаем Ctrl W. Нам нужна одна именно вот эта вот болванка. И как будем с ней работать? Погнали. Так, X английско отключаем симметрию. Она нам пока не понадобится. И Ctrl маскируем вот так вот плечо. И вот здесь уже доводим это дело. Жмем Shift. Размываем маску, чтобы все это мягче как-то перегибалось. И жмем Ctrl E. И можно еще попробовать тут немножко размыть маску. Shift. Левая кнопка мыши. Так, Move. Отключаем и ставим ротацию. Вытягиваем вот так вот ползунок и его вот так вот перекручиваем. Теперь с помощью Move все это дело поднимаем вот так повыше. И в принципе нам этого достаточно. Смотрим что. Так, я вот эту часть пропустил, не замаскировал. Ctrl Z, Ctrl Z. Возвращаемся назад. Так, смотрим что. Вот она маска. Снимается она. Ctrl Alt. Или просто Alt. Левая кнопка мыши. Так, Ctrl Alt. Чуть-чуть все это дело размыли, смазали. Ну и повторяем. Alt. Левая кнопка мыши. Отводит модель, приближает ротацию, ставим. И опять все это дело вытягиваем. Вот вы видите, все теперь нормально. Ну и вот так вот все это дело подгоняем. Ctrl. Левая кнопка мыши. Снимаем маску и все это размываем. Вот так вот. Со всех сторон, чтобы все это было мягче. Сетку Номал выравниваем. Смотрим, что туда как. Вы видите, что она растянулась. Это не проблема. Это потом нам поможет именно Дайна Мэш. Так, ну и теперь геометри. И жмем Modified Apology Mirror and Valve. Все. Заготовка готова. Но ноги длинные. В принципе, по телосложению он нам подходит вот так. Здесь еще можно чуть-чуть подкорректировать. Здесь будет задница. И это все дело делаем вот таким образом. Заходим в Soft Tool. Нажимаем Append и находим сферу. Переключаемся щелчком левой кнопкой мыши. Переключаемся щелчком левой кнопкой мыши именно на сферу. Жмем Move. Ротацию. Вот так. Gizmo ставим. И немножко Skyl. За желтый квадратик тянем левой кнопкой мыши. Подгоняем где-то вот таким вот образом. И немножко сплюсим. И немножко вытянем вот сюда вперед. Также здесь можно его немножко растянуть. И немножко подкрутить. Ну, чтобы черты были вот такие вот. Так, вот так он выглядит спереди. Давайте посмотрим. Здесь уже не будем сжимать. Или в принципе чуть-чуть можно. И потом поработаем кисточкой в Moffat Apology. Ставим. Теперь Graph Size побольше. И здесь X-симметрию X английского нажимаем. И вот так немножко все это дело вытягиваем. Поднимаем немножко кверху. Вы видите, что спина нам такая не нужна. Кисточку можно сделать больше. И немножко вот так вот придать ей внешний вид. Переключаемся на саму модель. И вот эту спину можно немножко увести. И немножко растянуть вот в эти стороны. Так, это мы еще будем дорабатывать. Ноги в принципе длинные. Нам такие не понадобятся. Уменьшаем Graph Size. Маскируем вот так вот ноги. Делаем Ctrl-I. И с помощью Moffat Gizmo ноги немножко поднимаем. Ну, где-то вот так вот. Впоследствии они будут еще, конечно, дорабатываться. Это не проблема. Но вот нам нужно пока наметить общие черты, общий контур. Опять же, Graph Size и Moffat Apology. Вот так. Здесь вот, что получается. Вот вы видите, что грудь топорщится. Давайте я ближе подведу. Заговариваюсь сегодня. Немного подустал. И вот грудь топорщится. Нам этого не надо. Теперь делаем кисточку побольше. Смотрим их симметрия, как работает. И вот это все чуть-чуть уводим вот так вот вглубь. Также немного плечевой сустав вот этот. Здесь руки надуваем. Здесь будет бицуха. И вот эту часть. Сейчас я вам покажу. Вот эту часть надуваем. Там посильнее вот так вот. Здесь отмечаем именно, что здесь будет локоть, чтобы его не потерять. И вот эту часть, грудь, чуть поменьше. И вот эту часть делаем так. Это вот так. А эту вот опять надуваем. Вот таким вот образом. Здесь немножко поднимаем. И вот эту часть уводим вниз чуть-чуть. Здесь отмечаем бицепс и отмечаем крыло. Вот так вот. Ну и смотрим опять же. Не забываем с разных ракурсов, чтобы не получился какой-нибудь казус. Так, следующее. Что мы видим? У кунг-фу панга три пальца. Ну, мультачный вариант, да? Теперь можно сделать вот таким образом. Делаем дубликат. И вот сейчас мы на дубликате. И вот так это всё делаем. Вот таким образом маскируем. Делаем Ctrl-W. Получается у нас ещё одна полигруппа. Сейчас я вам её покажу. Так, Ctrl-W делаем. Ctrl-W. И вот у нас назначилась ещё одна полигруппа. У нас выделился ещё один палец. Вот так нам это делать не надо. Фишка в чём, что жмём Ctrl-Z, Ctrl-Z, Ctrl-Z. Снимаем маску. И маска должна пройти именно вот так вот. Где-то если залезли на другую часть, не беда, она всё потом спаяется. И Ctrl-Alt можно, ну, немножко вот так её подрегулировать. И вот эту часть нам она очень понадобится. Именно вот эта часть вот этого пальца. Вот такая штука. Делаем Ctrl-W. Разносям полигруппу. И Ctrl-Shift-D, щелчок мыши. Вот такая штука получилась. Теперь делаем всему этому геометрии Dell Hidden, Mirror and Well. У нас теперь есть ещё один палец. Включаем видимость болванки. Теперь Move. Вытягиваем вот так вот ползунок. Ставим Gizmo. И немножко этот палец уводим. И немножко его вот так вот устанавливаем. Близко не надо, потому что потом будет именно всё это дело анимироваться. Чтобы пальцы близко не срастались. Ну и теперь вот нам поможет вот этот Moft Apology. Немножко её вот так вот вводим. Смотрим теперь, что тут да как. Вот эту часть тоже можно поглубже посадить, чтобы хорошо спаялось это дело. А потом будем ещё регулировать тут неоднократно. Ну вот так где-то. Так, смотрим, что получилось. Вот такой ещё появился у нас палец. Ставим на саму модель. Ну и можно сразу уже подрегулировать, чтобы пальцы потом при сварке именно не соединились. Потому что мы их будем ещё потом дорабатывать. Вот так вот. Вот этот палец можно немножко вот так вот вытянуть. Мы его ещё тоже потом подкорректируем. Или можно даже сразу вот так вот замаскировать. Вот таким вот образом. Ctrl-A, Alt. Чуть-чуть вот так. Ctrl-I. И немножко ротации поработаем без гизма. Так, опять я зацепил соседний палец. Ctrl-Z. Draft Size поменьше. И теперь Ctrl можно его немножко подкрасить. Вот таким вот образом. Жмём ротацию. Немножко вытягиваем его вот сюда. И с помощью MOF можно немножко вот так подкорректировать. И опять ротации немножко подзагнуть вот так. Вот такая штука получается. Так, теперь вот этот палец ещё немножко MOF Topology. Вот такие вот нюансы периодически выходят. Что нужно где-то подправлять, где-то подгонять модель. Где-то что-то не заметил, где-то что-то пропустил. Это бывает. Ну всё, в принципе, пойдёт. Делаем вот этому пальцу. Сейчас я вам покажу. Геометрия Mirror and Well. Дублируем. Теперь заходим в Soft Tool. Нажимаем на саму модель. И делаем Merge Down. Объединяем вот эти пальцы. Вот теперь у нас разные полигруппы. Нам нужна одна. Ctrl-W нажимаем. Ctrl-W. Всё, полигруппа одна. Так, с животом, в принципе, разобрались. Почти. В принципе, пойдёт. И вот теперь нужно всё это дело, опять же, Merge Down спаять. Окей. Жмём Ctrl-W, одну полигруппу. Ну, а теперь нам поможет выровнять сетку, сделать однообразно. Именно Dynamesh. Dynamesh и 128 пойдёт. Нам не надо много сейчас полигонов. Вот такая сеточка на болванку будет нормальная. Так, ну со спины-то он тоже уже неправильный, правильно? Надо вот эти части крылья добавить. Здесь нам, опять же, Moff Topology поможет и X-Symmetria. Вот так вот. Вот так. И вот здесь немножко бока к заднице можно подобрать. Немножко вытянуть, сделать крылья. Всё-таки каратист. Здесь будет задница. И надо немножко ноги тоже подтянуть. Побольше Draw Size. Вот так. И немножко вот эти части тоже подтянем. Так, теперь на всякий случай Mirror and Well. Ну а теперь можно отключить поле F и немножко поработать Clay Build Up. Ставим, опять же, на двоечку по прошлым роликам, кто смотрел, конечно. И вот так вот потихоньку нарабатываем массу. Здесь будет задница. Вот так вот кисточку можно чуть-чуть побольше. Мякушки мы доделаем. Вот так. А здесь ставим вот таким вот образом. Так, нужно теперь животу здесь вот поприбрать немножко вот эти части. Alt зажимаем. И Alt там левая кнопка мыши немножко планируем вот этот живот. Опять же Shift-ом выглаживаем. Делаем вот эти косточки бедренные. Чтобы, ну, совсем уж не был он бесформенный. Так, ну, здесь еще нужно немножко массы все-таки добавить. Вот так вот. И подмышками немножко сделать пустоту. Это Alt. Подмышки. Вот так вот. И Shift-ом чуть-чуть выгладить. Так, теперь можно сбоку нанести крылья. Вот так вот. Ну, и немножко распланировать мышцу ему. Вот таким вот образом. Накидать мышцов на предплечье. Прицепсу немножко кинуть. Вот так вот. Так, здесь вот чуть-чуть поприбрать надо это Alt. Вот таким вот образом. Ну, чтобы плечо было плечом, а грудь была грудью. И вот здесь немножко тоже Alt-ом поприберем. Так, здесь будет голова. Здесь будет уже черная часть тела. Там будет другая часть. Ну, и с пальцами еще придется поработать. Так, сразу отрезаем ноги. Shift-левая кнопка мыши выравниваем. Попробуем сейчас именно Moft Topology. Все это дело распланировать немножко. Вот так ступни поподелать. Что тут получается? Чтобы не было никаких шишек. Потому что здесь будет потом обувь. Так, здесь будут штаны. Немножко вот так сделать попухлее. Ну, сильно не делаем, чтобы потом вот это все не срослось. Надеть будут штаны. И вот сейчас уже будем работать с картинкой. Вот эти вот ноги давайте сейчас забыл обрежем. Нажимаем Ctrl-Shift. Челчок по кистям. И находим квадрат. Trim Rect. Shift-левая кнопка мыши модель выравниваем. И немножко вот так все это дело подрезаем. Ну, вот они срезались нормально. Здесь будет обувь и уже корректировка. Так, все с этим нормально. Теперь нужно вот эти части разобраться. Уже будем сейчас смотреть на картинку. Как они у него тут идут. Пухлые, не пухлые. Вот в таком духе может быть. Ну, опять же бедра. Опять же немножко живот. Надо здесь нанести вот эти боковые мышцы. Немножко вот задницы и разобраться с этими частями. Ну, такая вот заготовка под кунг-фу панды. В следующем ролике будем делать голову. Ну, буду я ее уже делать именно в скульпте с Альфа-6. Потому что я эту программу люблю. И в каком плане будет именно голова. Будем делать рот, чтобы потом можно наложить анимацию. Глаза, веки, короче, уши и так далее. Чтобы все это дело работало. Ну, и опять же корректировка будет уже добавление головы. И корректировка именно по телу. Все, всем пока. До свидания.